вам слово. Дорогие друзья, действительно, всё хорошо видно, слышно, да? Если что-то возникает, пожалуйста, вы говорите, пишите. Бывают задержки с долетанием звука, скажем так. Я очень рада вас видеть. Будем процветать в неопределённости. Наш мир, вот он такой непредсказуемый, и это развивает, это очень радует. Сегодня мы с вами... Так, ага, чуть-чуть запаздывает слайд, это ничего страшного. Вот, мы будем говорить об очень важных вещах, о кристаллической модели сбора информации, применения в учебном процессе. Потому что, ну как, коллеги, мы столкнулись и с онлайн-обучением, и с необходимостью развивать собственный артистизм, согласитесь. Вот. И вот что очень интересно, с кристаллической моделью, забегая немножечко вперёд. Дело вот в чём. Дело в том, что последние исследования, социологические, педагогические и так далее, и так далее, доказали очень чётко. Выпускники гуманитарных вузов, философского факультета, исторического, литературного, с литературным чуть-чуть лучше, честно говоря. Они не помнят, что было. Вообще не помнят. Аристотель что-то говорил. Об этом мы немножечко позже поговорим с вами. Я немного переставила последовательность изложения материала. Займёмся сперва концентрацией внимания, новыми подходами на основе нейрогормональных схем. А вот стратегию Тесла я поставила не в конец, а в начало. Потому что это у меня вечер. А у вас ещё целый день, там немножко трансовый, мы можем уснуть. Поэтому не надо. Мы с вами сперва научимся, а дальше будем работать дальше. Мне очень важно, очень важно знать, кто из вас был на предыдущем занятии, а кто первый раз. Можно так и написать единичку, кто первый раз. Я сориентируюсь. Ага, всё понятно. Да, и те, кто смотрел. Хорошо. Тогда, друзья, поскольку у нас всего час, я вас попрошу посмотреть предыдущую запись. Потому что здесь материал совершенно новый. Да, вот у нас уже около 20 с лишним человек. Первый раз. Пожалуйста, посмотрите. Да, ссылочку, Татьяна, это возможно. Или вот там предыдущие ссылки были. Это на канале Ютуба есть. Вот. Чтобы у нас была полноценная тренировка. Потому что, ну, у меня практику. О себе я буду меньше говорить. О, уже около 30. Хорошо. Хорошо. Так. Итак, самое первое. Мозг значительно богаче. О, спасибо, Татьяна. Вот ссылочка. Посмотрите. И дальше потренируйтесь. Наш мозг гораздо богаче. Гораздо богаче, чем мы даже себе можем представить. Всё дело в том, что мы начали использовать его очень лениво. И вот когда я работала с Бехтеревой, о которой не устану говорить, это встреча всей моей жизни. Вот. Это учёный высочайшего уровня, которого нам действительно не хватает. Когда наш мозг работает на полную мощность, когда мы включаемся, это очень красиво выглядит даже на компьютерных дисплеях, скажем так, через томограмму, через визуальные представления, есть целый, целый проект. Вот здесь ссылочка у вас в презентации будет рабочая, да. Полюбуйтесь, пожалуйста, посмотрите и так далее. Я пока дальше. Давай немножечко, давай. Не тормози так уж. Тормозим. Хорошо, я буду говорить, пока он будет открываться. И поскольку я занимаюсь интеллектом, я-то правильно ли я понимаю, наша техническая база, любимая база, что мне стоит включать слайды немножко раньше, через один, чтобы ты подгрузился, я тебя учитываю в компьютере. Вот. Итак, сегодня мы займёмся более глубинными процессами. Это глубинные нейронные сети, которые уже по-настоящему работают через структуры. Часто называют это рептильным мозгом, лимбическим, всё что угодно. Ну, вот эти части, вы видите, да, мой маркер? Татьяна, видно, да, маркер? Вот. Вот эти глубинные части, они отвечают за самое главное. За то, как мы структурируем информацию, как мы её фильтруем и чем мы пользуемся. Ведь вся беда сейчас не в том, что у нас обилие информации, информации малокачественной. Как выделять самое главное, самое нужное? Вот этим мы сейчас и займёмся. Дальше у вас там будет слайд, я его не буду переключать, не буду переключать просто для того, чтобы вы сами потом войдёте по ссылочке, почитаете, я хочу вас сразу же предупредить. Совершенно на днях я читала ещё раз и стала проникать уже даже переводные книги. Мои любимые коллеги, давайте забудем о жёсткой специализации правого и левого полушарий. Уже 10 лет назад доказано, что они работают в едином тандеме, что они этот тандем обеспечивают буквально всегда. Дефолт-система мозга, да, я теперь учёная, я не включаю следующий сайт. И о дефолт-системе мозга, и обо всём мы говорим, как уже о некоторых, некоторых проявлениях вот как раз этих более глубинных структур коры головного мозга. Так, кристаллическая модель памяти, там наращивание нейронов. Следующая кристаллическая модель памяти. Сейчас я изучу быстренько скорость воспроизведения. Там такой красивый кристалл, и вот он не появляется. Ничего страшного. Смотрите, то, о чём мы с вами только что говорили. Кристаллическая модель сбора информации. Спасибо, Татьяна, а то мало ли он только у меня появился. Но я уже заметила. Секунд 30. Да, наша задача сейчас – минимизация и оптимизация информации, которую и мы получаем, и транслируем для наших учеников. Зачем? Если есть определённые параметры, определённые параметры важного, серьёзного, нужного, такого блока знаний, я бы не назвала этой информацией. Что такое информация? Информации очень много. Сейчас уже пришла пора говорить о битах смысловых, а не информационных. Это, как я люблю, пример приводить продающего текста. На самом деле, там один бит информации, смысловой бит. Есть схема, есть второй бит. Чтобы выделиться, немножко измени. Всё. Схема одна, логическая структура одна, смысловой бит информации один. Не очень мне нравится это выражение – работа со смыслами. Как-то в этом есть что-то такое маргинальное, не знаю, мне не очень нравится. Но, тем не менее, есть разница между знанием и информацией. И вот начинать нужно так, как делает это мозг младенца, сознание. Он накапливает, выделяет самое главное, а дальше наращивает образы, понятия всевозможнейшие, любую информацию, 100 тысяч нейронных связей в минуту или в секунду, не помню, неважно, потом посмотрю. Вот, смотрите, и получается вот что. Вот мамочка даёт протёртое яблочко под корм. Говорит, яблоко, вкусненько. Дальше яблоко целиком, яблоко. Потом она показывает картинки, говорит, яблоко. Потом учат читателей, особенно если по методикам раннего развития, которые я очень рекомендую. Любые методики, ну, раннее развитие. Написаны какие-то символы, тоже яблоко. И, тем не менее, вот нейронная сеть, она так и работает. Что здесь ключевое? Яблоко. Просто сочетание этих звуков, именно на этом языке, всё остальное. Дальше происходит синергетический эффект. У него, наконец-то, схлопывается это всё. И дальше есть понятие яблоко. Смысловой вот такой вот бит. И неважно, как оно нарисовано, и каким цветом, и на каком языке даже потом, и всё остальное. Вот так работает наш мозг. И во всём остальном точно так же. И наша цель – это создание расширяющейся естественным образом, расширяющейся системы знаний. И работать… Знание, умение, навыки – это, извините, это такая большая тема. На курсе я, конечно, буду уже иметь достаточно времени. Но правда, это огромная, серьёзная тема. И она требует тоже индивидуального подхода, понимаете? Потому что у каждого из нас это по-разному. Есть индивидуальные особенности даже у однояйцевых близнецов. И вот те стратегии запоминания, фильтрации информации, образов, формирования системы знаний, они очень индивидуальны. Только ваши. Только ваши. И вот смотрите, работать на минимумах, а не на максимумах, но сконцентрированных минимумах. Вот дальше мы и о концентрации, и обо всём таком. А вот действительно напакованность текстами, сведениями не означает. Ничего почти. Вот. И вот то, о чём я говорила, выбор личной, включающей ассоциации, и базовых фактов, и выводов, и точный отбор. Что это для вас? Как говорила моя преподавательница в УЗе по философии, по философии, по радиотехнике у меня вопросов нет. Понимаете? То есть это очень индивидуально. Знания и информация. Хорошо, немножечко сейчас скажу. Смотрите. Это то, что я говорила. Смысловая составляющая структура. Вот то, что есть на свете. Горы всевозможнейших яблок. Горы продающих текстов, которые работают по одной схеме. У них один бит смысловой информации. До сих пор у нас только были попытки перенести в научную среду вот этот термин только у некоторых учёных. А вот просто яблоко, яблоко, яблоко и вот такое и сякое. Это куча бит информации, которая на самом деле относится к одному смысловому биту знания. Ты знаешь, что это яблоко теперь. Это тогда, когда ты его опознаешь в любом состоянии, всегда, и ты знаешь, сразу же вдумайтесь в это. Все его основные свойства. Я была поражена в Таиланде, когда увидела очень вкусные яблоки без косточек. Это вообще... Но это всего лишь дополнение к тому, что я называю яблоком. Так, дальше. Вот смотрите, точно так же, как ребёнок формирует свою собственную нейронную сеть, а мозг точно так же инсталирует именно вот эту смысловую структуру. Мы создаём такие чёткие, ёмкие ячейки памяти. Ну вот как яблоко, действительно. Всё. У нас больше не будет. концепт – это то, скорее, как проявляется, как проявляется бит смысловой информации, Наталья. Тут тоже долгий разговор, извините. И вот смотрите, вот точно так же, как с яблоком, мы больше уже не связаны контекстами, способами изображения, всем чем угодно, вкусовыми ощущениями. Это конгломерат. Это всё. Это знание. И вот эта ячейка памяти, она никогда и никуда не уйдёт. Ну вот попробуйте забыть, что такое яблоко. Попробуйте, если вы хоть раз в жизни поняли, что такое производная – это скорость, изменение скорости. Всё. Вторая производная – это скорость, изменение ускорения. И так далее. Всё остальное ложится вот в эту смысловую ячейку. Самое интересное, что так же, как с яблоками без косточек, происходит автоматическое дополнение. Ты говоришь, ага, есть и такие, ага, хорошо. смесь яблок с грушами. Прикольно. И в этом высокая динамика. Вот извините, что я уж так с яблоком, это там ещё Тесла будет. Да, бит в контексте. Очень правильно. Наталья, да, великолепная формулировка. Вот радостно. И вот смотрите, что происходит. Это мгновенная вот такая вспышка знания смыслового битой информации. Всё остальное. Где есть, ты можешь разукрупнять все сведения. И твои личные, как ты первый раз попробовал яблоко, или как мама, я так делала, зарыла горький порошок в это яблоко. Или ещё что. Всё на свете. И как яблоко по-английски, и как по-английски. Ну, в общем, всё. И вот смотрите, нам сейчас немножечко давайте включаться. Поработаем. Выберите три направления знания, которые для вас, а в дальнейшем для ваших учеников вы будете анализировать, очень важны. Я понимаю, что это и профессиональные знания. Но там может быть такая вот зацепочка, то, в чём вы бы хотели разбираться больше. Ну, вот так как у меня достаточно много времени, каждый день уходит на поиски новых исследований в области нейрофизиологии, работы мозга, новые исследования и прочее, прочее. Но для меня очень важно писательский процесс, слово, потому что вот слово сейчас имеет особенную важность. Особенно тогда, когда мы с вами вынуждены общаться онлайн или ещё что-то. Это как вот эта любимая арабская поговорка, если ты говоришь, то твои слова должны быть лучше, чем твоё молчание. Вот это наполненность. Я дальше буду упоминать там о библиотеке стимулов, буквально вскользь, на прошлой лекции это было. И вот вы знаете, вот когда ты собираешь вот эту библиотеку, библиотеку смысловым, нет, не могу, ну, в общем, смысловых бит информации, всё остальное, хочу сразу поделиться сегодняшняя ночь. У вас раннее утро, неважно. И я слушала Честертона, автобиографию его. Вы знаете, ну вот как это можно так сказать, во-первых, когда он описывает среду социальную, в которой он жил, это сияние уютной учтивости. Правда, красиво? Уютная учтивость. То, что мы теряем, смотрите, уже нет у нас, ну ладно, это не так страшно, отчество, но вот когда мне приходят рекламные материалы и там тыкают, это немножко не то. Или ещё нецензурная лексика, которую я на дуб не переношу вообще, не могу, у меня аллергия. Или ещё что-то. Но вот это уютная учтивость. А сразу же, чтобы вам тоже приятно стало, всё, почему происходит это взаимосвязано, человек столетия назад говорил об этом. Свет, вот во всём, что мы делаем, должен быть свет, который не заменишь блеском. Свет, который не заменишь блеском. И вот, наверное, вот этот информационный, не информационный бит информации, а смысловой бит, это свет, а бывает блеск, просто блеск. Хотя в нём очень много прекрасного. Так, нет звука. А кто меня слышит? Ой, придётся вам перезагрузиться, Валентина. Да, значит, всё в порядке. Валентина, спасибо вам, коллеги. Да, тогда дальше пойдём. И вот, смотрите, для меня чтение это с самого детства. Для меня это литература, красота, красота слова. И для меня это искусство, потому что человек это творец. На самом деле, что бы он ни делал, что бы он ни делал, он творит. Так, как вы считаете, человек формирует среду или среда формирует человека? Вы знаете, ну вот, как-то оно всё вместе, мир целостен. если бы здесь не было воздуха, мы бы с вами никак не могли дышать, но в то же время, если бы не было огромного труда предшественников, не было бы электричества, я недавно убедилась в том, что бывает, если просто выключить электричество на половину суток. не было бы интернета, это сколько умов трудилось, кто-то изобретал платформы, кто-то ещё, это наши предшественники. Вот вам и среда формирует нас, и я иначе действую, чем если я работаю вживую, это понятно. Вот, и вот у меня три интеллекта, три составляющие. Там была перед этим проскользнула реплика про красную таблетку. Я Курпатова знаю, всё. Честно говоря, я от него немного устала. Стоит развивать ещё, 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 ещё. И есть новые, абсолютно новые, интереснейшие исследования. Давайте очень быстро три сферы, в которых вы будете накапливать знания. О, ой, спасибо. Эмоциональный интеллект, коммуникации, собственный бренд. Ага. И вот дальше мы будем, я чуть-чуть буквально повторюсь, дальше мы с вами будем говорить тоже о нейрофизиологических схемах работы с информацией. Обязательно выделяешь этому отдельное время. Но вот теперь чем будет отличаться ваше задание? Ну, вы знаете, вот это немножко вот по поводу извините, сразу отвечу, после красной таблетки это какая-то фатальность, это я не знаю, я это не вера, это знание, что человек способен гораздо на большее, чем он предполагает, например, о собственном мозге, о том, что это все целостно, это очередные тоннели реальности, они настолько ограничивают, мир целостен, он уже локдаун доказал, и все остальное. Вот, преподавание иностранных языков, информационные технологии, педагогическая поддержка. И вот вы выбираете. Нет, наш мозг не хитрее нас. Чуть-чуть попозже. Правда, у нас маловато времени, но ничего страшного. Вот вы убедитесь, кто в доме хозяин, я или мышь. ничего страшного. И по поводу красной таблетки, читайте все, это разные способы, разные способы описания одного и того же мира. Это объемное моделирование, и то же самое черниговское, это прекрасные популяризаторы, понимаете. И более того, вот я говорила на той лекции, это смешно, но на международной конференции по нейронаукам только Черниговская и я говорили о мозге, о работе мозга, а дальше, ну а остальные так блеск, упаковочка, это тоже хорошо, вот поверьте мне, очень важно знать и как надо, и как не надо, и обо что поточить, Черниговская молодец, она призывает нас думать об этом, а у каждого разное, разный уровень восприятия, так, хорошо, вот когда у нас, переходим к нашей теме вплотную, когда у нас есть три направления, не два, как некоторые, даже ученые говорят, два противоположных направления, это стратегия гениальности на самом деле, когда ты берешь абсолютно разнесенные и юмора, не только гениальности, разнесенные понятия у тебя склопывается, но тоже слишком большая тема, а вот три, три элемента теории систем образуют систему, и вам будет очень легко, например, для гуманитариев, для историков, для философов, для детей, когда вам необходимо чем-то увлечь, у них возникает какая-то яркая включающая ассоциация, вот как философ Андрей Бумейстер рассказывал о своих учениках и так далее об этом процессе кристаллизации шумеры зекурат дату потом выучишь древний египет пирамиды соответствующие династии еще что-то чтобы третий взять Китай берем например или еще что-то и сравниваем и вот тут наверняка большинство из вас слышало об этих знаменитых они очень давние эксперименты когда нужно сконцентрироваться только на одной точке восприятие плавает на двух оно бесконечно пытается вибрировать между ними и тоже доли секунды секунды концентрация удерживается но вот когда три точки которые образуют систему или как я говорю табуретка стоит уже твердо стоит на трех ногах там можно бесконечно долго сейчас я скажу вот лучше выбрать три направления знания вот ребята ребята это я по привычке извиняюсь коллеги смотрите у меня один мой партнер правда он потом женился уехал в Финляндию там преподает теперь в группе у вас там потом ссылка будет на последнем слайде там есть файл куринский автодидактика когда ты изучаешь три языка сразу да что происходит с мозгом мозг на различиях работает именно на различиях а он сравнивает и вот самый главный смысловой аспект вот те кто изучает иностранный язык это грамматика это грамматика структура грамматики дальше все остальное словообразование извиняюсь еще отдельную тему тронула вот и вы берете три направления о включилась сразу вы берете из разрозненных из разрозненных объектов вот эти вот информационные биты очень быстро вы выделяете главная смысловая единица извините я засмеялась я рассказывала своим ученикам и они сказали вот берешь 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 объекты целая чепуха объединяешь под этим чепуха да вот или это что это демотиваторы когда мы смотрим это что это вот демотиватор нас или мы как название как название картинки что вам предъявляют о это да это сразу смысловой бит все больше ничего а дальше ты начинаешь его разукрупнять и вот вы берете три направления и начинаете свободно между ними перемещаться мозг очень быстро отлавливает буквально вот эту разницу в понятиях во всем и ему так легко работать легко потому что шумеры отличаются от египтян и все остальное более того он начинает вот из этих вот из этих структур он начинает вырабатывать вырабатывать нечто целое нечто целое и сюда будут входить и ваши личные какие-то предпочтения здесь остаются ну именно так выглядит нейронная сеть в том числе искусственная вот и начинает полностью ну как сказать настраивать собственную нейронную сеть на автоматическое дополнение 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 нет вы говорите Виктория у всех разный когнитивный уровень здесь важно вот этот вот первый цепляющий аттрактор первую такую вот ассоциацию вот почему-то тебе это понравилось структурный скелет если мы будем говорить вот смотрите если мы будем говорить о цивилизации шумеров о цивилизации египтян еще у кого-то и туда же иностранные у нас мозг костяк понимать начинает ну как позвоночник как скелет рыбки вы же по скелету рыбки опознаете рыбку опознаете а вот дальше все естественным путем нарастает так же как яблоко можно рассматривать и как символ древний символ причем еще что но это всегда форма не пуста форма как бы взаимодействует не задает а взаимодействует содержание да совершенно верно Виктория вы цепляете хоп ну вот как вот это вот меня поразило в свое время даже делала переложение легенды о гильганеше вот это все буквально вот виды вот это ворота врата и штар там зекурат потом а кого-то зекурат а кого-то еще еще что-то не важно самое главное у вас это сформировалось и дальше мозг вот так начинает думать у вас это есть это не забудешь это скелет рыбы а не медведя назовем так вот так же и классы образуются ну это история нашей цивилизации повторяет историю развития наших нейронных сетей и вы это сами формируете так сейчас минуточку да что такое лес и потом не важно какой он тропический это такой лес а бывают вот такие бывают тропические березовые леса буковые грабовые еще какие-то ух все остальное это уже легко и это не надо помнить заметили вот как с лесом спасибо вам огромное Виктория за пример а то я с этим яблоком яблоком вот смотрите потом ведь наращивается это не надо запоминать мозгу интересно он говорит о какой лес надо же я такого не видел и даже книги читаешь там имманентная роща лягуин о какой лес вот он растет сам и усилий не требует ясно да для детей так же дальше вот просто ответьте мне есть личные предпочтения это зависит уже от структуры которая крайне индивидуальна для каждого нейронных сетей коры головного мозга и не только мозга а извините меня вам будет больно если я порежу пальчик эмпатия зеркальные нейроны и так далее и так далее скажите пожалуйста вот сделаем так один два три четыре вот кому-то лучше кому-то лучше чтобы вот эта информация помните предыдущий слайд вот любая информация информационные биты были ну как-то в картинном беспорядке а ты сам потом выбираешь что тебе важно и как ну это на курсе кому-то нужно дробить для того чтобы более компактными были кучки мне вот это нравится а кому-то наоборот вот тогда я могу бесконечно долго а что вам приглянулось а кучки о как надо же а у меня вот все как у людей кристаллическая модель сбора информации отличается от других моделей то что мы опираемся первое на смысловой четко сформулированный сформированный точнее вот этот бит смысловой информации понятия привязанное к какой-то ассоциации более высокого уровня понятия и тогда легко и тогда легко наращиваются различия очень мало времени для чего это нужно смотрите это не просто так чтобы наш мозг мы сами не делали это проявляется буквально в любом отношении к любой информации если вдруг вы или ваши ученики или еще кто-то знакомый и вот вы знаете вот мне комфортно это а там видите кому-то кучки комфортно было а вот кому-то четверок как много вот такая расширяющаяся спираль вот и смотрите если вы что-то обдумываете потом все подробности если вы что-то обдумываете вот так вы берете пишете например записываете понятия вон как я все пишу 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 и раскладываете на бумажечках на всем обдумываете ага и мозг сам выберет что ему важно и что для него является смысловым битом информации так дальше нет я эту не могу самый главный критерий не могу пропустить вот тут потом посмотрите в презентации там такая красота любой программист любой математик физик знает филолог и вы знаете есть красота достаточности элегантная достаточность должна быть это как критерий для того чтобы вы выбрали для себя ну одну из граней кристалла а если три уже дальше все будет хорошо так дальше моя любимая Бехтерева вот все видео Бехтеревой которая держится за голову это моя любимая ее фотография я немножко просто повторюсь для всех это как раз то чтобы было выработано совместно с институтом мозга Бехтеревой две минуты это наш первичный модуль концентрации внимания две минуты может абсолютно любой человек и любой ребенок быть сконцентрированным и по-настоящему вникать в дело 20 минут если вам коллеги если вам необходимо чтобы сформировались нейронные связи необходимо чуть больше 20 минут потому что приблизительно каждые 20 минут меняется активность различных зон коры головного мозга нейрончики здесь светятся потом отдыхают здесь светятся здесь помню здесь не помню нужно сформировать связь посмотрите пожалуйста в предыдущем в предыдущей лекции там же будет и дальше четыре кучки хорошо вот четыре значит надо делать и мы сейчас с вами а то время время боже мой так мы перейдем концентрации внимания и вот и вот тут будут некоторые полезности смотрите скачайте презентацию работайте со своими учениками с собой я специально коллеги вот сделала очень легко помочь сформировать вот эту вот яркую впечатляющую ассоциацию ученика связанную с успехом я вон выбрала Павла Дурова они очень верят этому Павел Дуров все-таки контакты вообще телеграмм это авторитет для наших подростков Стив Джобс концентрация и простота заметьте здесь тоже простота вот можешь свернуть горы что такое концентрация тоже из своей практики очень любят очень любят когда привожу этот пример если вы можете продолжать играть в теннис когда кто-то стреляет на улице то это концентрация вот так же это призываешь меня в свое время поразило я поехала в Пекин и в отеле ну естественно только на китайском телевидении ну ребята там все понятно вообще все понятно исторические фильмы кроме того когда ну просто новости что-то говорит но у них визуальная культура развита я смотрела документальные фильмы о преподавании вы знаете что они делают в школе если кто-то отвлекся там это сидит или еще что-то не так как у нас они его вызывают там доска и подиум такой надевают ему черный такой вот копак все смеются все довольны это его не оскорбляет и вот он должен слепую рукой что-то там изобразить что происходит это активность пробуждается активность мозга переключаются вот эти сценарии нейрогормональный ребенок опять молодец и когда он написал он снимает ему все хлопают слушайте как хорошо вот используйте для стимуляции своих своих учеников прямо спокойно вот дуром говорил сейчас будет еще так ну это вам известно простое задание вот сложное задание простое задание вот сейчас для чего нужна кристаллическая модель памяти вы знаете что у вас у учеников уже какие-то вот такие внутренние смысловые ассоциации заложены и вы их оживляете просто и себя оживляете вот как я чистый ртоном еще что-то такое просто оживляете задание вроде бы простое но так же как вот прошлой лекции вот это новизна интересность необычность странные цветы перед сном что еще вот в наших условиях наверняка большинство из вас знает естественно но запоминать с привязкой к дыханию если вы выработаете этот нейрофизиологический механизм да еще соедините со стратегией Леонардо будет идеально вот просто идеально вдох вы поглощаете информацию выдох точно такой же сперва можно считать потом потом можно привязывать к пульсу к шагам как хотите вот самая главная равномерность это и в пранаяме есть абсолютно во всех спортивных техниках ну везде везде вот на задержке вы припоминаете дальше на выдохе вы уточняете информацию очень хорошо привязывать к ходьбе вы оглядываетесь и уточняете задержка дыхания припоминании дальше оно нам сейчас пригодится фух перейдем дальше мало времени приходите на курс делать мы это сейчас не будем а вот сами вы обязательно поделайте уже доказано с помощью всевозможнейших причем очень квалифицированных научных исследований вот так же как китайского мальчика или девочку который отвлекся ребенок который отвлекся его пробуждают к новому всплеску концентрации внимания когда надевают черный колпак и все вот точно так же отказ от зрения или те кто был на прошлом занятии переворачивание вверх ногами включает массивные огромные просто зоны коры головного мозга затылочной наиболее глубинные как у нас было на изображении которые отвечают за моделирование пространственное за цвета конечно тоже но вот это ощущение пространства и все прочее здесь по ссылке почитайте больше материалов и вот очень пробуждающие и концентрацию и тренирующие крайне рекомендую и вам и ученикам всем вот это упражнение оно будет вслепую буквально несколько слов откуда и почему оно появилось концентрация внимания максимальная почему доказательства того что включаются вот эти глубинные зрительные зоны и гораздо более глубинные структуры это не дефолт системы это не олимпический это глубина вы найдете этот рисунок в любом учебнике высшей математики смотрите плетение косы узлы ожерелья Антуана великолепная теорема Александра что из каждой косы можно получить любой узел вот почему Леонардо там плел плел есть еще есть такое направление наш Перельман молодец в общем все участвовал в открытиях это топология пространства топологические пространства есть бешеные просто какие-то так и называется дикий узел Зуева ну потому что ну когда и увидели вот это другого названия как дикий не было так вот вдумайтесь все вот эти хотя бы этих два ученых и еще некоторые математики мирового уровня были абсолютно слепыми абсолютно слепыми им не мешали вот эти информационные биты информации вот эти пусы они выстраивали вот эту топологию по естественным законам вот это себе скачайте и это для ваших учеников знаете как у них пробуждается вот как они устали там немножечко так опа и даешь им какое-то упражнение вот они узлы плетением все остальное на масках и все ой еще и вслепую я когда ее дошла так радовалась вот там вот где материалы в предыдущем слайде там есть и кельтские пряжки и все такое дети ну да и дети тоже подростки а что это такое как я до них дошла до жизни такое это вот сейчас это копия Дюрера рисунок Дюрера Академии Винчи Леонардо и вот смотрите единственное я вас попрошу указывать если вы будете это делать так тормозить немножечко так ну давай немножко хорошо подождем я вам сейчас буду рассказывать значит как там дальше будут более простые узлы ну давай вот смотрите посмотрели на них ребята все кто делал и я в том числе боже мой такое чувство что у тебя мозг не просто обновился а он стал сильнее мощнее выбрали себе что вам нравится там все такое рассмотрели не спеша закрыли глаза сейчас не будем делать иначе чем вы мне нужны а потом закрыли глаза нарисуйте вслепую где у вас асимметрии после этого вы да после этого видите они переплетены они переплетены и вот это естественное не древовидное а естественная схема того как у нас процветают наши нейронные связи у нас связь нейронная у нас не древо не древо понимаете оно все переплетено так же как среда и мы мы среда мир целости и вот это легко где-то кому-то сразу получается легко но честно кому-то через некоторое время дальше вы анализируете ошибки и опять вслепую ой вот здесь подробнее вы вот по закрытыми глазами проанализируйте повторите рисунок через один-два дня и вот смотрите очень любят очень многие люди любят мандалу понимаете потому что она тоже гармонизирует это символ целостности ну вот полюбуйтесь например и можете тоже ученикам показываете пожалуйста молодцы к 500-летию Леонардо максимально отреставрировали что делал Леонардо вот эти вот узлы 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 причем это очень красиво там у него и корни снизу переплетались корни переплетаются дальше дальше какие-то узлы из растения не обилие растений не главным образом была шелковица потому что это был один из символов герцога вот вот эти штуки все все переплетается золотая лента одна единственная золотая лента которая соединена как лист мебиуса скажем так мебиус пространственная лист мебиуса конструкция здесь одна единственная лента которая от корней по всей кроне по всем узлам по всему такому и она объединяет все в одно целое почему я вам это показываю потому что именно так работает наш мозг что еще можно сделать для подростков я уже так опасаюсь так опасаюсь в связи с нашими контактами с издательством нарушения авторских прав что у меня здесь только моя фотография в Амбразиане выставка Атлантического кодекса всевозможнейшие вот эти вот красоты рисунки вот Меркаба все говорят оу Леонардо был мистиком вы знаете Меркаба это настолько вот в детстве я не знала что это Меркаба берешь играешься с циркулем мои дорогие коллеги я хочу вам сейчас рассказать одну вещь я убедилась в том что человек это действительно творец и он по-настоящему вот ну любит ценит совершенство и красоту я занималась маленькими детьми так получилось ну я вела для старшего возраста а там были младшие братики сестрички 6 лет 5 лет ну что же то у меня время свободно они скучают и чувствуют себя брошен я с ними и я принесла коробку от старших и вот они там рисовали у меня всякое такое и я взяла и провела взяла циркуль и провела круг и несколько детей вы представляете они уже сейчас очень часто даже не знают что такое циркуль что это что это я говорю это называется циркуль а можно я говорю так в очередь в очередь понимаете пусть делают это символика она она не сакральная она разлита она сакральная в том отношении что это чудо так там было написано Татьяна что запись приостановлена включите запись так теперь фух еще немножко хорошо стратегия Теслы ой сколько вы меня слышите дорогие да это рисовать Виктория о у меня чат ожил да фу потому что у меня там запись ну в общем что-то про это было написано Танечка у нас есть времени немножко так вот смотрите сколько это тоже опять вот вот все но как раз вот то что говорил Чистерто вот пожалуйста свет отличается от блеска не заменишь блеска и вот когда я читала когда я читала его же воспоминания он сперва его папа так приучал запоминать знаете как перепросмотр дня ты вспоминаешь там все он чувствует что ему этого мало но он уже все помнит уже я очень много наша цель и цель детей и близких и вот наша цель потренируйтесь самое главное когда вы ляжете расслабьтесь максимально вот чтобы у вас уже вас уже ничего не отвлекало и начинаете представлять себе какой-либо образ пожалуйста вот просто представьте себе я люблю очень люблю вишни я вот представляю себе вишневый вот этот цветок цветок вишни он еще чуть-чуть колеблется на метру я на него смотрю и так же вы будете смотреть внутри себя закрытыми глазами и вот он через некоторое время начинает образ исчезать расплывается и тут вы не даете ему не даете уйти хопа и цепляетесь вниманием восприятием за тычинки заглядываете внутрь расплывается вы заглядываете снизу как там снизу расплывается а на чем на каком череночке вот это вот этот цветочек сидит расплывается к чему крепится цветочек расплывается ага вот этот ствол а там смола вишневая застыла и периодически смотрите а цветочек то на месте у нас действительно слишком мало времени но это продолжение и бессознательное закрепление стратегии формирования кристаллической памяти есть только вишня все и вот вишня и вот ствол вот ветки листья там все на чем растет и так далее и так далее а потом вы расширяете пространство но вы всегда можете внутри себя оглянуться посмотреть вишня там там и вот сейчас с открытыми глазами а хотите закрытый яблоко в руке вот можете потренироваться это чудесно я приготовила апельсин в виде природного объекта вот яблоко в руке и вот у каждого свое будет яблоко и вот вы держите яблоко яблоко в руке рассматриваете его мысленно ага вот такой черенок вот такие пятнышки ага если расплывает а яблоко в руке яблоко в руке смотрите на зависть смотрите еще на что-то и вы держите яблоко в руке вот когда вы тяжесть почувствовали кстати у кого с красным бочком у кого-то яблоко вот это точно чувствую прямо вот вы почувствовали вы оглядываетесь ага что вас окружает а яблоко в руке окружает вот это это и вы рассматриваете и расширяете добавляете туда да добавляете туда света осознанно еще 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 а яблоко в руке яблоко в руке и так далее вы ходите хотите на пляж сходите яблоко в руке И самое главное, это очень помогает удерживать за счет кинестетических вещей, удерживать эти образы яблока в руке. Так, хорошо. Это тоже не могу устоять немножко времени, да. Вот они, видите, нейроны. Вот вы позанимаетесь, и у вас регенерация нейронов происходит. Когда мы обращаемся к глубинным структурам мозга. Вот еще по концентрации. Ну, вы потренируетесь. Вот сейчас расслабьтесь. И профиль, и вазу. Видите? И два профиля, и вазы. Ой, Хана, да, до встречи на курсе. Вот, и профиль, и вазу. Видите? Поставьте плюсики. О, одновременно мозг включается. Если нам сказать, как раньше говорили, человек может видеть только пальцы или пространство между пальцами. Неправда. Я вижу себя в зеркале там. Вижу экраны, вижу все остальное. Это неправда была. Мы можем видеть все. Так, интереснее немножко. Видите поцелуй или лицо? И поцелуй, и лицо. И поцелуй, и лицо. Все видно? Так, хорошо. Те, кто у меня был, пожалуйста, потренируемся чуть-чуть. Так, у кого... Значит так, мои дорогие. У кого зыбко все это дело? Приказать. Внутри приказать. Молодой человек, ну я ко всем мужчинам так обращаюсь. Вы спрашивали о мозге. Вот. Просто прикажите стоять. О. Слушается. А у кого стоит? Сделать. Так, потренируйтесь. Ага. Это всего лишь кто в доме хозяин, я вам обещала сказать. Так, вот тут сейчас будут появляться еще раз даже те, кто тренировался. Убедитесь, вы в доме хозяин. Вот. Смотрите. Сейчас тут салатовые кружочки появятся. У кого салатовые появились? Плюсики, плюсики. Еще чуть-чуть. Наверное, мешает, вы знаете, я не могу здесь ничего сделать. Мешает изображение меня. Вот это окошко. Но! Вот, пропали. Это вы у меня, Анастасия, были, да? А теперь вот смотрим, кто. О, да, 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 все, кто тренировался, мозг обучается, вот, мгновенно. Вот ему не нужна такая огромная база данных. Он кристалл вырабатывает. Например, вот здесь смысловой кристалл один. Я управляю мозгом. Я сказала, исчезли все. И вот потом дома потренируйтесь, это времечко. Они все исчезнут. Будет просто серое. Это мозг. Это тоже, значит, 3D-картинки. Посмотрите. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Так, те, кто делал в прошлый раз, максимально... А, у меня далеко. Скосить глаза, вот так, как у Крамера вас, сильно-сильно. Пока третья лилия, объемная, красивая, яркая, такая живая. Вот она выдвинется. Те, кто делали. Константин, прикажите, исчезнет. Так, есть, да? А вот теперь, чтобы это... Просто вы уже те, кто были, вот. Вот на яблоках то же самое. И вот заметьте, там будет чувство изумительной свободы. Когда ты можешь и вот так, и вот так, по-разному это все. Ох, это наш мозг. Это стереопары называется. У меня в группе есть. Нет, просто еще раз, Ольга, еще-еще, потренируйтесь сами. Скашивайте глаза максимально, и у вас появится, просто ждите. Это даже, как сказал. Это мозг реагирует на наши команды. Если бы я не сказала, что это стереопара, и что здесь появится третий объект, который возникает, нет, глаза скошенными не останутся. Наоборот, зрение улучшается от этого. Это включаются гораздо более глубокие зоны коры головного мозга. Вот те, которые были на первых слайдах, те, которые отвечают за объемное восприятие, за модель, за все. Это значит, что наш мозг понял, нам нужно мыслить объемно. Так, стратегии Леонардо да Винчи. Мы все делаем. Тут было для тех, кто был на прошлом занятии, мои дорогие. Все остальные, пожалуйста, посмотрите предыдущую запись. Но один-единственный раз. Вы все помните? Те, кто был. А, да третье яблоко, Ольга, может быть. Елена, потренируйтесь, аду появится. Просто максимально скосить. Так, те, кто был на прошлом занятии, есть что-то, что вы ничего не помните? Я думаю, что нет. Мозг хорошо запоминает. И я вам приготовила. Смотрите, какая штука. Это максимальная концентрация. Вот здесь будет рабочая ссылка. Гравитационный баланс. Это не фотошоп. Мои ученики строят уже такое везде. Смотрите. Так, раз. Стратегию Леонардо тогда. Здесь я блюду авторские права. Так, посмотрите, пожалуйста. Отведите взгляд. Слушайтесь меня. Отведите взгляд. Припомните. Еще раз посмотрите. Отведите взгляд. Мгновенное восприятие. Сейчас мы... Даже не квадрат. Припомните. Третий раз. Так. Так. Быстрее, пожалуйста. Спасибо. Так. Вверх ногами. Включаем вот эти. Угу. Так. Припомните. Свертишь. Чего вы еще не заметили. Чего не заметили. Чего? Что там такое? Я вам специально это выбрала. Картинки вот весенние. Смотрите, какие штучки. Вот сейчас стало более ярким. Сейчас вы чувствуете объем. Это он так стоит. Вот чтобы вы... Это состояние какое надо. Это вот он как раз на пленере. Во. Видите? Какая точность. Какое все. Буквально. Буквально, пожалуйста. Задайте своим ученикам. Себе. Вот какие-то такие мелкие камешки. Они любые могут быть. Вон посмотрите. Вон они любые. Вот. Вон он их собирает тут. Прямо в реке. И делает. Там такие вот. Вы на курсе увидите. Там такие конструкции. Как это может держаться. Это самое маленькое. А сейчас, пожалуйста. Не думайте. Ага. Сейчас я подо... Все. Скажите, напишите. Сколько там было камней. Не думайте. Не думайте. Не думайте. Угу. Угу. Да. Те, кто плюс один, это большой вот этот. Да? Да, 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 да. Теперь вот здесь, смотрите. Все прекрасно. Мозг еще... У кого-то успел посчитать. У кого-то так считал. Если просто спросить, сколько там бусин вот там рассыпано. Если вы позволите своему мозгу, прикажите, как с этими пятнами. Сколько там, он говорит? 37. Хорошо. У вас до сих пор наверху. Смотрите. Вот вам тоже потренируетесь. Тоже не буду. О! Значит, как можно потренироваться? И как детям? Как их зажечь? Здесь детали есть? Да? Можно по деталям. И самая главная рабочая ссылка – онлайн-пазлы собирать. Онлайн-пазлы. Это им интересно. Смотрите, кристаллик у нас получается. И культура. Они по неволе выучат. Что это? Луры. Еще в реке, в реке там столько Илья. Боже. Вот. А ну-ка. Вот попробуйте. Сейчас. Танечка, еще минутку. Пожалуйста, смотрите вверх ногами. Мне, например, легче. Кому еще легче? Оказывается, такие вот детали выходят. Еще что-то такое. Вот это небо снизу. Как хорошо. Как хорошо. Кому-то еще тоже легче. Я не одинока. Вот. Ну и вот. И вот сейчас вы увидите. Совершенно иначе. Вот. Оживает. Вы посмотрите, какая там колоннада. Вы посмотрите, как далеко. И можно точно так же, как эти камни, посчитать. Не вот так один, два, три, четыре. А тут минимум сорок три. Да. На первом плане картины, людей, и все, и все остальное. Вот как работает наш мозг. Только надо ему позволить это делать. Все. Напоследок, мои дорогие. Это специально вот для вас. Это вот. Чтобы было радостно. Ребята, Юнкершмитт, он снова вернется. И вот киноэстетика. Особенно у нас сейчас занятия онлайн. Походите, посмотрите, как чувствует, вот как яблоко в руке. Как чувствуете вы вот эту траву, эти скользкие камни. Или там вот еще что-то. Походить, добавить. А потом припомнить перед сном и ходить, гулять дальше. И мир целостен и един. Это поразительно. У меня на курсе я использовала архитектурные красоты там всевозможнейшие. И вот когда человек, он говорит, а вот там за храмом есть улочка, а там откуда? А там ссылочка рабочая. Танечка Елистратова. А, я правильно поняла, что это ты. Или однофамилец. Да, правильно, я тебя почувствовала. И вот смотрите, она оказывается во Флоренции, она заходит за эту улицу, и там вот этот магазинчик. Мы имеем всю информацию, просто не требуем доступа к ней. Так, последнее, последнее, последнее. Пожалуйста, быстрее. Да. Да какие тут красоты, да? Так. Скоро весна. Да, скачивайте презентацию. Там ссылки рабочие, кликабельные. Ну, вот так как-то лучше. Скоро будет весна. Она уже, кстати, наступила. Да? Время пластичное. Время одновременно. Так. Не забываем. Награда нам обязательно. Мои дорогие, обязательно себя чем-то наградите после нашего этого. Потому что, и у учеников также. Потому что, ты молодец, вдохновение, лёгкость, победа. Вот это я люблю. Спасибо вам огромное. Приходите на курс, там мы будем. Только единственное, что я не посмотрела, в какое время дня у вас мозг будет просыпаться. И это очень легко. Вот поверьте, вот так как приказал исчезли, приказал, включились. Это легко и приятно. Но одним словом, свет отличается от блеска. Хотя блеск – это отцвет свет. Всего доброго, мои дорогие. Вот здесь у меня на то, что записаться сейчас, Татьяна, дорогая, ссылочку. Потому что мы говорили с Павлом Юрьевичем, чтобы там было до 19-го скидка. Специально для вас промокод нужен какой-то вот этот или нет? Татьяна, не знаю. Спасибо. Это мои данные. Пожалуйста, вот здесь вы будете всё остальное делать. А вот там, где... Это меня спрашивали после предыдущего вебинара. Там, где чтение, ребята, это личное собеседование. Там не только память, там ещё и чтение динамическое. Мне нужно на человека посмотреть. Понятно? Да? Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, вам было полезно? Вы меня простите. Я пыталась дать как можно больше. Ну, мне очень нравится делиться. Ну, мне пришлось даже слайдов с болью в сердце. Да. Убирала их, убирала. Ну, я надеюсь, мы увидимся на курсе. Все записи будут у вас, будем заниматься. Да. И будете задавать вопросы, задавайте вопросы. Всё. Потому что и специфика предмета, который вы ведёте, или вы занимаетесь научной работой, это всё настолько индивидуально. Особенно для того, чтобы выработать свой вот этот прекрасный кристалл. А дальше вы уже поняли, мозг сам всё будет дополнять. Единственное, да, хорошо, что я вспомнила. Вот, вот здесь, и там ещё ссылка есть. Вот здесь у меня полностью много материалов. Если вы добавляетесь, да, вот Виктория для языков обязательно. Потому что там сенсорность, там обязательно нужно. Фейсбук, если вы добавляетесь, друзья, напишите мне. Так же, как мне сегодня, вот, ну, не буду говорить, одна слушательница написала. У меня слишком много добавляется, а я не слежу. Огромное спасибо вам, коллеги. До встречи. И пускай это будет свет, отражающийся в разных-разных кристаллах. Это очень красиво. До свидания. Продолжение следует...